Способность ПН-перехода пропускать ток в одном направлении и практически не пропускать его в противоположном направлении используется в приборах, называемых полупроводниковыми диодами. Полупроводниковые диоды изготавливаются чаще всего из кристаллов кремния, в которых, благодаря соответствующим примесям, создаются соприкасающиеся между собой области с электронной и дырочной проводимостями. Соберем последовательную электрическую цепь, состоящую из источника постоянного тока, ключа, лампочки, диода и соединительных проводов. Замыкаем цепь и лампочка загорается. При изменении полярности источника тока лампочка не горит. Объясним механизм односторонней проводимости полупроводникового диода. Рассмотрим контакт двух полупроводников с различными типами проводимости. Такой контакт называют ПН-переходом. Рассмотрим, что происходит в контактном слое. Вам уже известно, что полупроводники Н-типа содержат донорные примеси и обладают избытком свободных электронов, а полупроводники П-типа содержат акцепторные примеси и обладают избытком дырок. В процессе хаотического движения электроны диффундируют через границу в полупроводник П-типа и рекомбинируют с дырками. Наоборот, дырки диффундируют в полупроводник Н-типа и там тоже происходит рекомбинация. В результате, в приграничном слое в Н-полупроводнике наблюдается недостаток электронов, то есть образуется избыточный положительный заряд. А в П-полупроводнике, наоборот, недостаток положительных дырок приводит к образованию избыточного отрицательного заряда. Таким образом, в приграничном слое образуется электрическое поле, создающее запирающий слой для основных носителей заряда в полупроводниках. Говорят, что П-Н-переход заперт. Если подключить П-полупроводник к отрицательному полюсу источника тока, а Н-полупроводник к положительному полюсу, то ширина запирающего слоя возрастет, так как внешнее поле сонаправлено с внутренним. Ток основных носителей в этом случае отсутствует. Такой переход называют обратным. При подключении П-полупроводника к положительному полюсу, а Н-полупроводника к отрицательному, в этом случае внешнее электрическое поле будет направлено навстречу внутреннему, что в конечном счете приводит к перемещению основных носителей заряда. Переход в этом случае называют прямым. Таким образом, полупроводниковый диод хорошо проводит ток в одном направлении и не проводит ток в противоположном направлении. Это свойство называется односторонней проводимостью и нашло отражение вольтамперной характеристики, а применяется например для выпрямления переменного тока.